Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вам рассказать о двух карандашах от компании Essence. Они предназначены для глаз, чтобы рисовать стрелки. И расскажу вам немножко о них и плюс протестирую их на стойкость. Гелиоподводка с выдвигающей карандашом и плюс она еще водостойкая. Так выглядит гелиоподводка. Я покажу сейчас какой сводч имеет эта гелиоподводка. Довольно легко она рисует, практически скользит легко по коже. Плюс довольно такая мягкая, бархатистая. И, конечно же, не все прекрасно в этой гелиоподводке. Один минус все-таки есть. Если у вас сломается немножко эта гелиоподводка, единственный минус, что ее подточить как бы не будет невозможно. Вам придется еще раз выдвигать. В конце этого видео я покажу тест на стойкость этой подводки. И сейчас я просто хочу еще одну вещь вам показать. Сейчас я вот нарисую квадратик. Разукрашу его. И покажу одну вещь. Сейчас немножко подсохнет. На то, что будет ли она растираться, то есть растушевываться с помощью руки. Могу сказать то, что трудно ее растушевать, если вы захотите. Смывается она с помощью молочка для снятия макияжа. Подходит для стойкого макияжа. Следующий карандаш идет у меня эффект. Это Long Lasting. Вот так выглядит карандаш. Точить его можно, если у вас есть специальная точилка для мягких карандашей. Давайте сейчас я вам покажу, какой имеет сводж этот карандаш. Мягко скользит. Присутствуют мелкие-мелкие блестки. Довольно такая жирная текстура. И плюс, что я заметила то, что этот карандаш размазывается. Но плюс то, что с этим карандашом можно сделать Smoky Eyes макияж. Давайте я покажу, как он растушевывается. С помощью кисточки. Ну, конечно, можно немножко подкорректировать. Сейчас получилось немножко так грязновато. Но если подкорректировать, то можно создать хороший макияж. Также этот карандаш смывается с помощью молочка. Давайте проверим эти два карандаша на стойкость с помощью воды. Я набрала в раковину воды, чтобы проверить на водостойкость этих двух карандашей. Сейчас я возьму сначала карандаш, который обладает водостойкой текстурой. А теперь давайте я нарисую на руке линию этого карандаша. И какой-нибудь кружочек. Я немножко его еще закрашу. А теперь я опущу руку в воду. А теперь проверим на стойкость. Попробуем стереть этот карандаш с руки. Таким нажатием сильным ток он стирается. Можно самим заметить, насколько я нажимала. Очень так сильно нажимала, чтобы немножко стереть. Можно сказать с уверенностью, что этот карандаш прошел тест с помощью воды. Переходим к следующему карандашу. Рисуем стрелочку. И можно кружочек. Вот что у меня получилось. Опускаем в воду. Так, ну попробуем теперь протестировать под водой. Размазать. Довольно быстро стирается. Вот что получилось. Карандаш не предназначен в дождевую погоду, он быстро сотрется. Подошло время подытожить, уже окончательно дать вердикт этим двум карандашам. И начну я с карандаша, который называется Long Lasting. Первая положительная такая оценка, то что этот карандаш можно точить. Раз. То, что он мягко скользит. Два. Не царапает кожу. Второе. То, что с помощью этого карандаша можно сделать с мойки айс. Хорошо растушевается, размазывается, как вам будет угодно сделать. Но не предназначен он для того, чтобы его красить в дождевую погоду. Он не выдержит воды. Мы могли в этом уже убедиться сами. Следующий карандаш это гелевая подводка с отвигающим карандашом. Давайте сначала о плюсах. То, что текстура мягкая, бархатистая. Плюс не царапает кожу. Все отлично. Плюс выдержал тест на водостойкость. Можно его красить, когда идет дождик. Отлично держится. Могли сами убедиться. Ну, естественно, о минусах. Без этого никак нельзя. То, что если он сломается, то придется еще раз выдвигать этот карандаш. И делать немножко такую маленькую заточку с помощью растушевки на руке, чтобы рисовали стрелки. Это один минус в нем есть. То, что поточить его нельзя. На этом я хочу закончить свое видео. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам всем за комментарии. И, конечно, желаю вам хорошего дня и в создании хороших макияжей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok